Добро пожаловать в очередной выпуск Лучшее и отвратительное Сегодня мы с вами будем разбирать косметику Гош И я постараюсь вам сегодня рассказать Что является самым лучшим в этой марке Что действительно заслуживает вашего внимания А что лучше обойти стороной И если у нас где-то сходятся вкусы Или предпочтения То я уверена, что эта информация будет для вас полезна Я всегда предпочитаю на всякий случай сказать Что это видео никем не спонсировано Это видео отображает только мое субъективное мнение И если вам его интересно послушать То давайте приступать Кстати, большинство продуктов у меня сегодня на лице Я знаю, что у меня достаточно нестандартный сегодня макияж Но если вы смотрели мое предыдущее видео Вы знаете, что к чему и почему Я сделала именно такой макияж Тем не менее, сегодня я буду демонстрировать его Не просто вот в таком вот виде А вы еще увидите процесс нанесения Практически всего, о чем я буду сегодня рассказывать И я уверена, что это тоже хорошо подкрепит мои слова Начать я хочу с самых своих любимых продуктов И постепенно мы с вами будем скатываться все ниже и ниже и ниже И закончим тем, что я абсолютно не люблю в этом бренде И давайте начнем с того, что я просто обожаю И я думаю, это будет абсолютно заметно По тому, какой размер у этих продуктов Это вот таких вот два пенечка Которые раньше были полноценными карандашами для глаз Это серия, которая называется Velvet Touch У меня это черный и коричневый карандаш Черный называется Black Ink А коричневый у меня еще меньше по размеру И он называется Truly Brown Вот эти карандаши я просто обожаю Они вообще заявлены как водостойкие И я думаю, что как раз-таки эта характеристика Помогает им очень хорошо держаться на водной линии Вот именно для этого я эти карандаши всегда использую Ничего настолько стойко не держится на водной линии И да, эти карандаши в любом случае Так как это место влажное по своей природе Естественно, они могут вымываться где-то там с уголка И не очень стойко держаться, но тем не менее Ни один карандаш не будет держаться прям железобетонно Тем не менее, вот по моему опыту использования Вот эти карандаши лучше всего держатся на слизистом Еще одни карандаши, которые я просто обожаю Это вот эти вот Но это не совсем карандаши Это именно тени для глаз Вот в такой вот кремовой текстуре В форме карандаша Называется эта серия Forever Eyeshadow И у меня есть 4 оттенка Два из них более таких как бы цветных, скажем так А два это те, которые будут, наверное, наиболее популярные среди всех Потому что это такие повседневные, не страшные оттенки И эти карандаши это два в одном Вы можете их использовать как какую-то цветную вазу И сверху их дублировать какими-то сухими тенями Или же вы можете просто вот сделать такой ленивый макияж Взять, открыть этот стик, немножко нанести Вот так вот даже пальцем растушевать У меня есть тоже еще две жидких подводки Которые я тоже обожаю Из линейки Extreme Я не уверена, продаются они сейчас или нет По крайней мере, я проверяла на украинском официальном сайте Я их не нашла Возможно, они были лимитными И сейчас уже не продаются Но, тем не менее, если вы их где-то встретите Я до сих пор считаю их очень классными Я часто их использую как раз-таки в более, наверное, креативных макияжах Серебряная подводка у меня сейчас на глазах И она так и называется оттенок Silver Что касается вот этой вот Это оттенок, кстати, Bronze Это не стандартная коричневая подводка Она именно бронзовая И в ней есть мелкий-мелкий вот такой вот бронзовый шиммер И она просто восхитительно подчеркивает карие глаза Еще один продукт, который я просто обожаю И я сейчас говорю о вот этой палетке для контурирования Назвается она Contouring Strobe Kit У меня это номер один И именно первую палетку я больше всего люблю По моему опыту это самая такая стандартная и универсальная палетка Для как бы наших цветотипов Здесь с этой стороны бронзер С этой стороны матовое корректирующее средство Румяна и хайлайтер Самые сильные стороны этой палетки Это однозначно бронзер и контурирующий продукт Что касается румян Они здесь, к сожалению, никакие Хайлайтер тоже слишком деликатный, наверное Мне очень нравится эта палетка Как раз таки из-за вот этих двух продуктов Но здесь, вы знаете, взвешивайте сами Насколько для вас актуально тратить деньги Ради двух продуктов Потому что вот эти два, ну я не знаю Может быть они вам понравятся Если вам нравится очень-очень деликатный такой эффект Который они, собственно, и создают И я, кстати, хочу здесь спросить у вас одну штуку У Гош есть отдельно бронзеры Вот мне интересно, эти бронзеры такие же, как здесь То есть формула та же Оттенки те же или нет Вот если у вас есть и тот, и другой продукт Пожалуйста, напишите это в комментариях Потому что, возможно, тогда стоит просто купить отдельно бронзер И не покупать целую палетку Теперь мы с вами медленно перейдем к продуктам для губ Я их считаю в Гош тоже очень достойными И все, что я пробовала для губ, мне все, в принципе, нравится Больше всего мне нравятся карандаши Для губ у меня 4 здесь оттенка Самые часто используемые, естественно, это нюдовый оттенок У меня это оттенок 11 нуга Также у меня есть 3 других карандаша Эти карандаши немножко более сухие, чем скользящие Потому что есть, на мой взгляд, 2 типа карандашей для губ Одни вот такие, как Colourpop, которые ты начинаешь ввести И прямо вот скользит карандаш А вот эти же немножко более такие восковые Немножко более суховатые Но, тем не менее, все равно они легко наносятся, хорошо держатся Также мне нравится их вот такая вот классическая серия матовых помад У меня есть 3 оттенка Эти помады очень комфортные Но, тем не менее, из-за того, что это не жидкая формула Они, естественно, не такие стойкие, как жидкие матовые помады Вот эта помада идеально подойдет, когда вам нужны матовые губы Но при этом вам не нужна сумасшедшая стойкость То есть, возможно, вы идете куда-то на пару часов Или, возможно, для вас не настолько важно, чтобы помада прям идеально держалась весь день или вечер Оттенки тоже очень красивые у меня У меня 3 оттенка, как раз идеально воплощающие осень Поэтому, если вам какой-то из них понравится То сейчас это будет очень актуально И раз мы уже с вами заговорили о жидкой матовой помаде Давайте о ней и продолжим разговор У меня есть 4 оттенка из линейки, которая называется Liquid Matte Lips Но эта помада не совсем типичная такая жидкая матовая помада Вот как мы себе ее представляем Это что-то среднее, я бы сказала, это гибрид жидкой матовой помады И какого-то лакового блеска по типу вот как у меня сейчас на губах Когда вы наносите эту помаду, она наносится именно таким виниловым густым слоем Скажем так Потом она немножко застывает Но тем не менее, вот это вот комфортное ощущение от вот такой вот лаковой помады Остается на губах Но тут же есть и минус Из-за того, что она более комфортная на губах Она может начать стираться с внутренней стороны губ И если, к примеру, вы будете много разговаривать Или пить чай, кофе Я уже молчу про то, чтобы что-то есть Готовьтесь к тому, что 100% нужно будет наносить повторно Потому что, скорее всего, она у вас начнет разрушаться именно с внутренней стороны Еще один, на мой взгляд, интересный продукт для губ Это вот такое вот масло Которое действительно странное Оно называется Lip Oil То есть масло для губ Но, тем не менее, это не просто масло для губ Такое, знаете, как уход Которое вы наносите вот именно как бальзам Это масло с огромным содержанием блесток У меня это оттенок номер 007 В тюбике вообще это масло выглядит зеленого цвета Но, когда вы наносите это на губы То это переносится как прозрачная база С огромным содержанием таких вот ярко-розовых блесток Блестки эти абсолютно на губах не ощущаются То есть если вы сомкнете губы Вы не почувствуете, как будто у вас песок какой-то на губах В первую очередь добавит комфорта Потому что это все-таки масло для губ И оно именно так и ощущается Таким вот жирненьким, приятным маслом для губ Но в то же время эти блестки быстро трансформируют скучный вид И добавляют праздника на ваши губы Последний продукт, который у меня в хорошем списке Это карандаш для бровей Это их, наверное, самый классический карандаш для бровей Он так и называется Eyebrow Pencil У меня на этот карандаш есть отдельный обзор Я вам обязательно его оставлю под буквочкой I Но сегодня у меня, кстати, этот карандаш тоже в бровях У меня, кстати, это оттенок пятый Dark Brown И в линейке Гош достаточно широкая растяжка оттенков Как для такого классического карандаша У меня к нему абсолютно никаких претензий нет Но, тем не менее, вот лично у меня он не стал фаворитом Только потому что он достаточно все-таки толстый Я уже очень сильно привыкла к тонким механическим карандашам По типу Anastasia Beverly Hills, Colourpop, Vivienza Bobrow Arcade Вот это те, которые я очень люблю Вот такие вот, которые нужно затачивать Классические карандаши у меня уже отошли на второй план Теперь мы с вами переходим в новую категорию И здесь у меня продукция, которая, знаете, такая Ни то ни сё То есть нельзя сказать, что это что-то плохое Но в то же время это и не что-то такое феноменальное Ради чего стоит бежать в магазин и прямо-то срочно покупать То есть это такие продукты, которые абсолютно посредственные, скажем так И первый из таких продуктов это тоже карандаш для бровей Вернее, продукт для бровей Это два в одном Называется он Brow Shape and Fill С одной стороны это механический карандаш Который такой вот как треугольные формы А с другой стороны это пудра для бровей Вот таким вот аппликатором по типу как аппликатор для теней Я не могу сказать, что мне прям не нравится этот продукт Опять-таки я могу с ним сделать достаточно неплохие брови Но мне кажется, что для того, чтобы именно полюбить этот продукт Нужно иметь свои очень пышные такие массивные брови Потому что если у вас тонкие брови и вам нужна коррекция Или вы хотите добавить, скажем так, объема вашим бровям То с помощью вот этого карандаша достаточно тонкого Вам просто неудобно будет прорисовывать какие-то проплешины Или вот изменять форму, потому что это будет слишком очевидно Для таких целей лучше использовать карандаши потоньше Или вообще помадки для бровей И в то же время вот эта вот пудра Она красиво выглядит только в более широких бровях Также к абсолютной посредственности я могу отнести и тональные основы от Гош Эти, кстати, разные между собой Вот эта больше подходит для нормальной или более сухой кожи Когда вот эта, наверное, больше для нормальной и склонной к жирности кожи Давайте, наверное, начнем с вот этой Она сейчас у меня на лице И когда ее наносишь, мне все нравится Вот эффект создается красивый Кожа такая подсвеченная Тон кожи выровненный Какие-то мелкие недостатки она перекрывает Потому что у нее достаточно хорошее такое среднее Даже может быть чуть выше среднего покрытия Но огромный ее минус заключается в том Что спустя буквально час после нанесения Она начинает ужасно мне подчеркивать все морщины и все поры И как бы я ни старалась ее нанести или растушевать или закрепить Все равно результат все время один и тот же Она всегда мне подчеркивает все мимические морщины Всегда на носу очень сильно заваливаться начинает в поры И есть намного более бюджетный аналог Как например тот же Artvisage устойчивый Который создает очень похожий эффект Но тем не менее без вот этих вот минусов Что касается вот этой тональной основы Кстати я не сказала И у той и у другой у меня оттенок номер 004 Очень классный плюс этих тональных основ в том Что большая растяжка оттенков То есть есть как совсем бледные оттенки Так и более такие скажем так уже смуглые оттенки Поэтому в этом плане конечно им нужно отдать должное Что касается вот этой тональной основы Она называется Foundation Drops И здесь в принципе для меня та же проблема Эта тональная основа очень жидкая И она на основе летучих силиконов То есть когда вы наносите У вас создается ощущение очень легкого чего-то Потому что летучие силиконы сразу выветриваются с вашего лица И остается просто пигмент И этот пигмент обычно выглядит такой вот как Немножко бархатистой пленкой на лице Но в то же время для меня лично Это создает проблему опять-таки через какое-то время Буквально через час У меня все начинает трескаться на лице Опять-таки в морщины Если не заваливаться То именно трескаться в морщинах И начинает это как немножко отслаиваться от моего лица И выглядеть сухо Вот это мне абсолютно не нравится В плане вот таких вот жидких тональных основ Для моего типа кожи Это не подходит просто категорически Если у вас более жирная кожа И хороший опыт использования подобных силиконовых жидких тональных основ То вполне возможно, что вам это понравится Вот этот жидкий хайлайтер, который называется Lumi Drops Мне абсолютно не нравится Но в то же время это неплохой продукт Если вам нравится такой тип хайлайтера То вам 100% он понравится Что я имею ввиду? Он очень деликатный Вот прям слишком деликатный, наверное Я не люблю такие хайлайтеры, которые после того, как ты их нанес и растушевал Они в принципе не особо отличаются от просто какой-то сияющей тональной основы Если вам этот эффект нравится Или если вы пользуетесь какими-то более матовыми тональными основами И для вас вот этот эффект это уже то, что вы ищете То тогда вам этот хайлайтер понравится Вот этот продукт у меня занимает такое промежуточное место Между посредственным и теми, которые пойдут дальше Которые мне абсолютно не нравятся Он странный, скажем так То есть это с одной стороны вроде как прозрачная пудра Но тем не менее не совсем Потому что называется это Prime & Set И здесь указано, что это и праймер и закрепляющая пудра как бы в одном То есть этот продукт можно наносить на чистое лицо для того, чтобы сгладить текстуру кожи То есть вы его можете использовать именно как праймер Этот способ вполне реален И я на такую технику уже достаточно давно снимала отдельное видео Я там использовала не эту пудру, а другую Но тем не менее для тех, у кого достаточно сильно расширенные поры И такая вот грубоватая кожа И в то же время она и жирная Это очень хороший способ Потому что действительно можно сгладить текстуру Вы еще и добавите стойкость тональной основе Которую вы будете наносить сверху Для очень жирной кожи это вполне хороший способ Что касается этого продукта как пудры для закрепления макияжа То опять-таки это просто не мой фаворит Абсолютно, скажем так, посредственный результат Какой-то обычной, такой вот типичной пудры прозрачной из масс-маркета То есть ничего сверхъестественного я здесь не увидела Теперь давайте поговорим с вами о продуктах Которые мне совершенно не нравятся в Гош И это, к сожалению, целая серия продуктов И я имею в виду сейчас туши У меня была абсолютно кошмарная и ужасная тушь Которая называется Catchy Eyes Я ее уже выбросила Она, во-первых, абсолютно ничего не делает с моими ресницами И из-за того, что она водостойкая Ее просто вообще невозможно смыть с глаз Ни двухфазными средствами, ни какими-то масляными средствами Вот ничем И ладно бы это можно было бы потерпеть Если бы эффект на ресницах был бы классный Но эффекта вот просто никакого У меня такое впечатление, что мне как три иголочки вместо ресниц Она создает, вот абсолютно не нравится Также у меня была тушь, которая называется BoomBastic И в первую очередь она мне не понравилась Из-за того, что у нее огромнейшая щетка Если вы не впервые на моем канале Вы знаете, что я не люблю туши с большими щетками Тем не менее, формула у той туши Еще была более-менее нормальной Если бы у нее была поменьше щеточка И вполне возможно, что я бы могла ей пользоваться Если вы любите большие щетки Возможно, для вас это будет актуально Самая лучшая тушь, которую я пробовала в Гош Это вот эта Называется она Lash Sculpting Fiber Mascara Мне она понравилась Первое время я ей пользовалась Она мне прям реально очень нравилась Но чем дольше я ей пользовалась Тем больше она начинала осыпаться у меня под глазами И скорее всего, я думаю, что здесь осыпаются Именно вот эти вот частички Которые должны удлинять ресницы Потому что это тушь с содержанием волокна Который крепится к вашим ресницам И делает их гуще Делает их длиннее Каждый раз, вот стоит ей накрасить Проходит час, уже там несколько черных точек Проходит еще какое-то время И тут уже просто такое, как темный след Еще один продукт, который я абсолютно вам не советую Но я его, к сожалению, не могу вот так вот вам показать Потому что я тоже от него избавилась Это тени Гош А в особенности их палетки теней У меня была когда-то палетка на 9 оттенков теней И вот абсолютно никакая она в моих глазах была И стоят эти палетки достаточно дорого В цену тех же палеток Colourpop Colourpop, на мой взгляд, в миллион раз круче тени делают Поэтому если вы готовы потратить эту сумму Лучше потратьте ее на палетки Colourpop И последний продукт, который мне лично абсолютно не подошел Но это опять-таки тот продукт, который, возможно, кому-то подойдет И это вот такая вот подводка Здесь, в принципе, вряд ли вы купите такую подводку Рассчитывая на что-то другое Потому что она даже называется Giant Pro Liner Эту подводку даже легко спутать с классическим маркером из канцелярии Потому что она полностью имитирует его размер И вообще его внешний вид Если вы любите стрелы в стиле Emmy Winehouse И вам нравятся именно такие очень толстые, огромные стрелки Возможно, для вас это будет удобно Тем не менее, вот ее качество очень даже приличное То есть она делает нерастекающуюся черную линию Вот ее качество не вызывает у меня абсолютно никаких претензий Но вот этот формат для меня лично это просто какой-то ад Ну вот и все Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным Особенно если вы подходили к стенду с Гош И не знали на что в первую очередь обратить свое внимание А на что наоборот не стоит тратить деньги И я вас хочу попросить Если вы также пользовались какой-то косметикой Гош Обязательно напишите свои отзывы о ней в комментариях Для того, чтобы люди, которые посмотрят это видео Могли ориентироваться не только на мое мнение Но также еще и на ваше Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить ему палец вверх Если вы здесь впервые или еще не подписаны на мой канал Обязательно подписывайтесь Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот И также YouTube вам сейчас предлагает другие два мои видео Возможно, какое-то из них вас заинтересует И вы также захотите его посмотреть А если вдруг вы эти видео уже смотрели То мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok